лучшие высказывания от непревзойденного мастера журналистики владимира позднера на канале мотивируй себя сам не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал я не против того чтобы были богатые я против того чтобы были бедные я не верую в бога и я не свинья уверяю вас и мой отец не верил и он был не свиньей и миллионы людей не верят и они абсолютно порядочные честные люди миф о том что русский человек может выпить много водки это неплохой миф а то что все русские алкоголики уже плохой русские умеют преодолевать трудности как никто но также и умеют создавать трудности как никто не умеет в россии к сожалению мы часто за свободу принимаем волю что хочу то и ворочу вот это это не свобода это безответственность поэтому свобода слова это конечно же право высказывать свое мнение без опасения что тебя уволят или посадят или еще чего-нибудь но это всегда отвечать за то что ты говоришь тяжело расставаться с тем во что ты веришь терять иллюзии это не очень приятно уж лучше умереть пока они есть в россии у многих нет ощущения что он гражданин и в ответе за свое государство все обратимо кроме самого времени самый безответственный человек раб за него отвечает хозяин у него никакой ответственности нет а самый ответственный человек свободный мы люди крайностей даже в космосе мы можем быть первыми на земле у нас слабость может быть силой у нас даже в жару бывает мороз по коже мы проигрываем также красиво как и выигрываем мы любим таким какой есть мы скучаем так что с нами уже не расстаться надо делать элементарные вещи не писать в лифте извиняюсь относиться к стране как к своей квартире надо менять отношение к себе например себя полюбить и других заодно знаете чтобы работать в эфире можно язык знать не в совершенстве вообще в совершенстве никто никакого языка не знает джаз это музыка для знатоков я бы даже сказал для избранных интервью я обожаю для меня интервью королева журналистики я получаю огромное удовольствие в общем могу там сделать практически все что хочу место под солнцем нужно доказать работой они деньгами и связями свобода и ответственность две стороны одной и той же монеты без второй нет первой но раб по определению безответственен за него отвечает хозяин для раба существует воля что хочу то и врачу не имеющие ничего общего со свободой нельзя научить человека быть журналистом потому что это образ жизни это определенное внутреннее состояние человек должен понимать почему собственного говоря он этим занимается все обратимо кроме самого времени чем больше вы рискуете тем более вы живы проблема в том что страной правят советские люди они были пионерами комсомольцами входили в партию у них сформировалось такое мировоззрение а общество изменилось она сейчас совсем другое поэтому я очень надеюсь на тех кому сейчас 15 лет я ненавижу фашизм всеми фибрами души хорошо когда люди видят мир дышат другим воздухом о чем вы жалеете больше всего о том что время бежит быстро я чувствую его скорость патриот это не человек который безумно восхваляет свою страну и считает что она выше всех патриот тот кто любит родину как родителей остро переживает ее проблемы и не боится говорить о них квасной патриотизм я не приемлю и не понимаю но любовь к своей стране естественно я давным-давно дал себе слово никогда не поддерживать никакую партию никакое государство никакую власть поскольку считаю это несовместимым с профессией журналиста каковым себя считаю можно провалить любой экзамен кроме одного экзамена зеркала каждое утро вы встаете и глядя в зеркало бреетесь так вот не дай бог чтобы когда-нибудь вам захотелось плюнуть в свое отражение поливать грязью родину это мерзость свобода и ответственность две стороны одной и той же монеты без второй нет первой но раб по определению безответственен за него отвечает хозяин для раба существует воля что хочу то и врачу не я понимаю что это звучит немного романтичную но там где мы можем что-то изменить мы обязаны это сделать прощание с иллюзиями процесс болезненный ведь эти иллюзии для нас своего рода наркотики единственная сила телевидения на мой взгляд в том что вы видите то что происходит тогда когда это происходит история не сразу судит о человеке проходит иногда сто лет иногда больше пока наконец история дает свой суд тому или иному человеку самое бессердечное что есть на свете это деньги и когда деньги являются мерилом успеха инструментом независимости спокойствия происходит отчуждение для пятилетнего ребенка который не хочет спать колыбельная тоже пропаганда для меня успех это прежде всего возможность самореализации ты нашел то для чего родился в мире есть несколько стран которые притягивают людей франция италия англия чем больше вы рискуете тем более вы живы может быть это как раз и есть одна из главных проблем россии слишком много людей занимается не своим делом хотел бы заметить что между обязательным пением гимна и любовью к родине дистанция огромного размера не тряси зеленую яблоню когда яблоко созреет она упадет сама все происходит так как должно быть и в тот момент когда это нужно мы видим и слышим лишь то что хотим видеть и слышать фильтруя то что противоречит нашим убеждениям и взглядом у меня есть аллергии я могу падать в обморок от глупости кто берет наполняет ладони кто отдает наполняет сердце нас журналистов не надо любить надо лишь решить для себя два вопроса хотите ли вы чтобы кто-то контролировал власть давал ей понять что она под колпаком и как только соврет будет улечена и хотите ли вы знать правду сколь горькой она не была бы нас журналистов не надо любить надо лишь решить для себя два вопроса хотите ли вы чтобы кто-то контролировал власть давал ей понять что она под колпаком и как только соврет будет улечена и хотите ли вы знать правду сколь горькой она не была бы я очень доволен что у меня день рождения именно 1 апреля всегда говорю я родился в день дурака так что списывайте все мои ошибки на это я по образованию биолог физиолог человека для меня совершенно очевидно что после смерти ничего нет для нас русских свобода это воля что хочу то и врачу а если мне не дают воротить значит нету свободы я понимаю что это звучит немного романтичную но там где мы можем что-то изменить мы обязаны это сделать что вы скажете когда предстанете перед богом я сделал все что мог отправьте меня обратно я продолжу борьбу помогать бедным помогать всем страждущим бороться с тем что мешает нам жить обратно отправьте меня мне нужен билет обратно я не хочу здесь лежать в райском саду лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный но помогать людям не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал